Неожиданно истек срок бессрочной акции Вадима Рабиновича. Шапито возле Нацбанка свернули после расследования журналистов. И если не банки, то уж нардеп этих обманутых вкладчиков все-таки бросил. Обещал в митинге, а значит и оплату до победного. А в итоге оставил без заработка, ведь кричали они за 100 гривен в час. Самому Рабиновичу один день акции обходился в миллион гривен, но заработал он втрое больше. Подробности далее в сюжете. Бессрочно начал, досрочно кончил. Нардеп Рабинович таки решил свернуть шапито у Нацбанка. То ли обиженные вкладчики разуверились во всем, то ли деньги на оплату их стояния не дают. Здесь нет ни одного человека, который пострадал от банковской системы. За все время бессрочной акции никто из так называемых вкладчиков не смог объяснить, зачем ходят к Нацбанку. Куда вы идете? Я прямо иду. Ну такой большой колонной, наверное, куда-то направляетесь? Но мы здесь. Прикрывали это шоу с помощью своих СМИ, масштабируя картинку и обогащая децибелами демагогии. Мы сюда пришли за життя, за Вадима Рабиновича. Сам же Рабинович радовал своими децибелами демагогии не так часто. Да и то на 4-5 минут и только под камеры. Над них пахнет дерьмом. О запахе говорили и жители окрестных домов. Обиженные вкладчики Рабиновича буквально устроили сортир в самом центре столицы. Нардеп с трибуны вещал на 100 тысячи, 6 тысяч. По факту же не более 5-7 сотен под охраной смотрящих в оранжевом. Они же прямо тут предлагали простым прохожим деньги за стояние перед НБУ. Они как бы, кажется, за деньги стоят. Тут как бы три смены есть, там какая-то смена 100 гривен, еще какая-то стоит, какая-то 250. Оплата, топтание, слушание на бессрочном митинге ежедневная, сразу по финишу. Деньги выдают на месте, так безопаснее, тем более, что стесняться уже некого. Скажите, а где деньги дают? Ну, если вы записаны. Да. А у кого вы стоите? У Александра. А? У Александра. Вот вы как раз к нему идите и там стойте, покуда кончится это все, так сказать, выступление, участие. Мы все снимали. Лица, мотивы, время прихода, ухода. И, конечно же, знаем цену всего этого. Сколько это в общий бюджет? Ну, посчитайте, если 4 с половиной человеком. Скажите, я в полмиллиона влезу? В древние или не влезу? В полмиллиона? Ну, тогда, наверное, не будет 2 тысячи. Больше, меньше? Тогда, наверное, будет тысяча с чем? Я думаю, что это будет. Ну, если 2 тысячи, ну, тогда минимум 80 тысяч. Вот такие факты. А реально перед спонсорами акции Рабинович как бы отчитывался за 6 тысяч участников. Нагрел нардеп не только своих спонсоров, но и самих бурлаков без срочки. Вместо обещанных 100 гривен выплаты уменьшились до 70. А вот в те разы было и 100, и 90. Так а почему-то? Вот мы не понимаем. Каждый день по-разному. По нашим и не только нашим подсчетам, пара недель такого цирка обходится почти в 25 миллионов гривен. Таких денег у Рабиновича нет по декларации. А если бы были, то он их в эту топку перед Нацбанком никогда бы не кинул. Кинутыми остались все. Спонсоры, нанятая массовка и больше всех, конечно же, реальные вкладчики. Тут, перед Нацбанком, после бессрочки Шапито, их уже никто не услышит. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер.